Я расчищу путь для своего мастера. Конфликт между ними постепенно обострялся, вплоть до тех пор, пока между ними не началась война. Чтобы избежать кровопролития, два союза решили, что каждые 10 лет они будут выбирать лучшего алого и теневого ниндзя на дуэль. Вышедший победитель унаследует титул Грандмастер Алой Тени, под покровительством которого обе партии будут учиться в соответствии с кодексом ниндзя, оставленным их богом. 10 лет назад появилась тень, обладающая исключительной способностью, увидеть которую можно только один раз в 100 лет. Даже Алая Фракция признала его талант, однако, как ниндзя этого союза и ожидали, В день, когда эта тень унаследует титул Грандмастера, дабы объединить две враждующие фракции и воскресить славу Ордена Алой Тени, произошли ужасные события, навсегда изменившие мир ниндзя. Во время выполнения миссии, тень с особой жестокостью убила лидера Алой Фракции и вернулась, чтобы утвердить свое верховное господство над двумя союзами. Самым непростительным грехом в мире ниндзя является предательство, и разгневанные ниндзя из двух союзов решили принять серьезные меры. Они объединились и послали своих лучших элитных ниндзя, чтобы окружить тень. Последующая битва между ними была самой беспощадной в истории Ордена Алой Тени. Две группы элитных ниндзя были убиты, и тень, будучи раненым, но оставленным в живых, вернулся в лагерь, чтобы рассказать об ужасных последствиях нападения. Эта битва сильно ослабила обе фракции и разделила их вновь. Но в конце концов они пришли к общему соглашению и мирному договору под угрозой, нависшей над ними в лице неизвестной тени. Они объявили в розыск предателя и вознаграждение за его голову. Выполнивший задание Индзя получит пожизненное звание Грандмастера Алой Тени. Патриарх фракции Тени выбрал молодого Хаябусу для того, чтобы подготовить его выполнить эту миссию. Его обучили тайным методом манипуляции Тени, как и многим другим секретным техникам. Спустя 10 лет тренировок и подготовки, Хаябуса стал сильнейшим ниндзя, который когда-либо был воспитан фракцией Тени, став полноправным его членом. Хаябуса знал, что единственная цель – убить бывшую Тень, завладев при этом особой техникой Ниндзюцу. Узнав, что она вновь появилась на Землях Рассвета, Хаябуса понимал – день расплаты не за горами. Наказание за предательство. Смерть. Спасибо за просмотр. Видео подготовила Хоширама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова